МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский Державный Университет имя Франциска Скарыны. Светками подеи стали наши корреспонденты. Сосветный День науки заснована Генеральная ассамблея ЮНЕСКО 13 года тому. Разом с тем, в Беларуси есть и национальное свято-просвеченное этой сферы деяности. Оно пропадает на третью неделю студеня. А лишь науковая супольность не делить науку по национальных предметах. Если я в своей области занимаюсь механикой, во всем мире, ну, порядка там 180-200 человек занимаются механикой. Я их всех знаю, и все меня знают, понимаете? Поэтому это вот такой котел, в котором мы варимся и обмениваемся явно, либо неявно идеями, и совместно движемся вперед. Под свержением этому стала сустреча у ГДУ имя Франциска Скарыны. Сюда с докладами прибыли представники гомельских афилиалов Национальной академии наук, университетов и науковых установ в области. День науки стал доброй на годы, а значит, галунные досягнения прошлых годов, знайсти огульные напрямки науковой деяности и объеднать намагание для новых открытий. Сярод ВНУ нашего региона активная инновационная деяность ведется белорусским державным университетам транспорту и гомельским державным университетам имя Франциска Скарыны. Для оценки деятельности каждого вуза есть целый ряд международных рейтингов, рейтингов, которые учитывают так называемый индекс Хириша, вебметрические рейтинги, и которые, на мой взгляд, дают достаточно объективную оценку уровню научных исследований. И вот в соответствии с данными рейтингами вузы нашего университета в Белоруссии и в мире занимают достойное место. Ну, кстати, я хочу отметить, что наш университет так называемый вебметрическом рейтинге входит в число 15 лучших университетов мира, а всего анализировалось 24 тысячи. Флагманом же фундаментальной и прокладной науки гомельщины изъявляется Институт механики металлополимерных систем имя Белого. Он занимается распроцовкой новых материалов и выполняем проекты союзной державы. Гомельских специалистов запрашают и наголовные международные конгрессы, а их распроцовки высоко оцениваются на сосветной арене. Я хочу поздравить людей, занятых наукой, людей, которые пользуются плодами науки с этим профессиональным праздником, пожелать дальнейших успехов, новых достижений. В этом очень почетном и многом обязывающем нас в попыще. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Темчасом у «Гомель» завершилась Международная олимпиада по менеджменте сярод молоди. У делу ее примали студенты и молодые специалисты, занятые в сфере стандартизации и сертификации из 5 стран. Мероприемство было примирковано до Европейского тыдня якости, а также объявленного в Беларуси года молоди. Под обязанностей в наступном сюжете. Гостей олимпиады примал Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации. Помираться с силами у теории якости приехали хлопцы и девчата из Беларуси, России, Украины, Литвы и Молдовы. Недалекой будущей они займут посаду в разных сферах экономики, витворчастей и бизнесу. Это мероприятие одной из его важных задач, главных задач, является привлечение внимания к менеджменту, к современному менеджменту, в правильной трактовке, в правильной разработке каких-то позиций, правильному использованию и в конечном итоге развитие движения, массового движения в наших странах, которое влияет в европейское движение, за деловое совершенство и качество. Подчас попереднего отбора високий узровень теоретичної подрихтовки продемонстрировали усе удельники. Но же в суперфинале сустрелись два представники Украины – студентка Киевского политехнического института Алина Стралец и аудитор Александр Гаурилко, який уже мает практичный опыт. Соперникам было пропоновано выступить в ролях консультанта у меры и распроцовать рекомендации по укоренению сучасных подыходов менеджменту в дочинении до городского кирования. Креху Лепш с этой задачей справился молодой человек. В самом тяжелом, как всегда, есть ожидания, то есть это, в принципе, подготовка к Олимпиаде. Если таких мероприятий будет больше, это будет привлекаться больше квалифицированных специалистов, это будет давать возможность для развития, для какого-то стимула, как и для популярной страны, так и для какого-то индивидуального персонала, для того, чтобы достигать каких-то целей и быть лучше, чем другие. Тем временем организаторы уже рыхтуются до проведения третьей международной Олимпиады и чекают у делу ее от 30 до 50 стран. У приватности цикавость до проекта проявили Германия, Франция, Финлянда и Китай. Руслан Пролясковский, Марина Северьянова, Игорь Марышенко. Телерадио Компания «Гомель». Протягиваем выпуск. У «Гомель» проходит обмеркование генерального плана развития города. Распрацовщики пропоновали жихарам города новые погляды на его будущую, с чем сами гомельчане погаджаются не за уседы. С планами архитекторов и думками гораджан ознайомился Алексей Нцерову. По осудности, представленный для обмеркования генеральный план дальнейших развития Гомеля, карактеровка плана распрацована Гайяше в 2003 году. 5 годов тому, правда, у Яго уже спробовали унести изменения, але той вариант не затвердили, бо под новобудовлю пришлось б отводить не самые горшые сельско-господаршие угоди. Правда, организация процесса обмеркования представленного плана задовольняет не усіх гомельчан. Чакали, кажуть, поглядеть на макеты и фотосдымки, а убачили только карту для специалистов. Причем усі погаджаються? У любым выпадку коррективы уносить необходно. Я думаю, что доминантами в каждом районе должны быть высотки. Конечно, где-то 22-24 этажа, они будут как-то доминантами в каждом районе. Обязательно в каждом районе, я считаю, должна быть площадь. Потому что какие-то крупные мероприятия проходят, и у нас, кроме главной площади, которая на площадь Ленина, она не может разместить все те крупные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Быда и самый перспективный жилый микрорайон у Гомели – Пауднёвы, где плануется побудовать больше как полторы тысячи квадратных метров жильям. Правда, варианты гэты не танны, а тому различены на перспективу. Па коль же распроцовщики пропановали больше бюджетные варианты, чем не за все депагаджаются гомельчане. Особливо, коли гэта тычится, будавництва объектов на месте с участок зелёных насаджэнёв. Гэтым соснам не мяч, чем по 120 годов отрымляйца, что они пережили и Першую Суцветную войну, и Другую. Які лёс, чакай их теперь? Великое пытанне. А прачатагу гомельчанин Сергей Гончаров пропануе больше деталёва обследовать территорию вокруг былого военного городка Лещенец. Кажа некакі десяти годів тому, тут почали уже будавніші роботи, але хутко спыніли, бо знайшли масові останки людей, які загинули ті па час сталінських репресій, ті па час немецкій оккупасі. Тепер гомельчанин пропануе провісі тут додаткове обследування. Лично я був свидетелем, що там раскапывали, значит, строили железобетонний завод, і екскаватор поднял то ли яму одну, ну, дальше перестали копать. Маса костей, масса черепов, це дуже страшно було видіти. Обмерковання генерального плана розвиття гомеля почалося 26-го касту річника і буде притягиваться до 19-го листопада. У гэтай перейд кожны може виказати свої пропануе пожадання. Після чагу їх обмеркують спеціалістами і накерують проєкт плана на затвердження. Після того, як будуть підведені итоги обчислення, буде проходить государственні експертизи генплана гомель. Після положительного заключення государственні експертизи по проєкту будуть готовіться матеріалі на утвердження президенту Республіки Беларусь. Олег Сенчуров, Євген Макеїнко, Телераду і компанія «Гомель». Долучиться до розмови про генеральний план Гомеля і перспективи ведення будовніцтва у обласнім центри ми пропануєм вам завтра під час програми «Діялог». Гості студії стане халон архітектор Гомельській в області Святлана Кухацкаволець. Програма выйдє в ефір на телеканалі «Беларусь-2» у 18.01.5 хвилин. Онлайн-трансляція доступна на сайті tvrgomel.by. Сває питання ви можете адресувати гості програми по номері телефона промога ефіру «Гомелі» 77 68 45. До новинок культурного життя регіона. Напередодні у «Гомель» отбився показ фільма-удельніка основной конкурсной программы 22-го Мінського міжнародного кінофестивалю «Лістопад. Країна Оз». Азначим, што у Мінську фільм запланованы до показу толькі сёння, а значыць гомельчані у нашай країні першими убачили і оціоніли кіностушку. Вероніка Ворошилина з підраб'язнастями. Саму скандальну комедію «Года» у «Город над Сожем» приїхали представити створальники фільма. Відомий російський режісер театра і кіно Василь Сігараў. Віконав цігаловну роль актрису Яна Троянова і продюсер Сафіко Кікнавелідзе. Аутра у нашуміла кіностушкі у кінотеатра «Калініна» жахарі і гості обласного центра сустріли па особливому тёплій гостіна. Прем'єра «Країны Оз» отбылась на кінотауру у Сочи, яна викликала бурну реакцію глядашоў і крытыкаў. Жури кінотауру высоко оціоніла фільм і просудзіла ёго створальнікам пріз імеры Гора Горана за лепші сценарі. А таксама пріз гільды кінознавців і кінокрытыкаў «Слон». Дарыша презентація фільма «Країна Оз» для Гомеля падія знамінальна яшча і тым, што Мінський міжнародний кінофестываль «Лістопад» і знову вернувся у областний центр. Для нас очень важно, що, наверное, ми первими в республіці з регіонів змогли прорвати окруження этой Минській кольцевої автодороги, щоб все-таки снова позволити зрителям, регіональним зрителям приобщиться к тем проектам, тем фильмам, к тем настоящим образцам искусства, которые впитывают в себя «Лістопад». Сюжет комеды разгортываюцца ў Якосеренбургу. Звычайная дзявчина з провінциў, головная героиня фільма, приезжай сюды з надзеўсь знайсті своя жаноччая счастья. У той час, пакуль жахары гора дарыхтуюцца до Нового года, і она спешаецца на працу ў свой продуктовый кіоск. Однак молодая жанчына нават не падазрае, што новогоднія ночь приготавала для ёе свой особливый сценарий. Основная цель у неё всё-таки, чтобы люди смеялись. Мене очень нравится, когда я сижу в зале и реагируют, смеются. Она для радости создана. Хотя там есть и про любовь. Каждый зритель сам для себя что-то найдёт. Для меня это всё-таки, что любовь можно найти даже при самых странных обстоятельствах. Эксцентричная, местами абсурдная, варьяцкая и неверагодна смешная комедия «Краина Оз» максимально наближена до глядача. Сюжет фильма, небудрагие листы, её наполнены жартовными моментами и цікавыми житёвыми ситуациями. Што тыжится актёрского составу, у генастушцы знялися такі вядом артысты, як Гоша Куценко, Яуген Цыгану, Алиса Хазанова, Инна Чурыкова і многі інші. Тым, хто не паспеу бачить гэты по-доброму хулиганский фильм, не варта отшаивацца. У широкий прокат на Гомельщине «Краина Оз» выходит з третьего снежня. Вероніка Ворошилина, Дмитрий Радзянка, телерадо «Кампания Гомель». Лепші борцы грыка рымського стылю сабраліся у Гомелі. У обласным центры прайшов республіканский юнійорскі турнір пам'яті герой Советського Саюза Тимофея Бородзіна. На коні были не толькі кубкі і медалі, але і званні майстра спорту Беларусі. Гэта надавала саблівую вастрыню з схваткам. За поединками сачыў Максим Савін. Удзел прымалі каля 90 борцов з усіх регіонів Беларусі. Турнір пам'яті Тимофея Бородзіна за усё да адрозніваецца масавастю. Галовным чынам тому, што носить статус майстарскага. А крамя узнагарот і прызоу, пераможцы отрымліваюць званні майстра спорту Республіки Беларусь. Стымул сурйозны. Ранш турнір носил характер містар міжнародного масштаба. Сейчас он перешёл в республіканскі. Ну, значима сего і важна соответственность от этого не стало менше. Ребята приїжджають бороці за почётное звання Мастер спорта Республіки Беларусь. На диван выходзіла еліта юніорській греко-рымській боротьбы Беларусі. Відовочна, што і увага до турніру самая пільная. Спеціалісты можуть оцініть працу со спортсменами на місцях. За поядынками сочаті трэнєры юніорській і кадецкій зборных Беларусі. Перспіктива оборонять гонор країни на міжнародних стартах. Так само добры мотиватор для спортсменов. І чым ближай до фіналу, тим цікавей развіваліся падзеї на диванах. Представнікі Гомельській області двоече уздымаліся на верхнію приступку п'ядыстала гонору. Адзначилися борцы з Калінкевичу. У категорій до 50 кілограмів перше місце заняв Ілля Яраш. Сярод спортсменов вагой до 96 кілограмів лепшим став Александр Радшенка. Так само на рахунку представніков нашого регіону два серебраных і п'ять бронзовых медалів. Максим Савін, Валерий Гапанько, телерадеокампанія Гомель. І на гэтым выпуск завершений. У студии працювала Наталя Ігнатєнка. Усяго доброго і до нових зустріч у ефірі.